Здарова, народ! Сегодня в этом видео я расскажу о важности глубины подседа и о том, почему так важно правильно подседать. Поехали! Итак, от слов перейдем сразу к делу. Сейчас на своих экранах вы видите 4 мини-версии меня с различными видами инерционного воздействия на кидаемый объект. Начнем с первого варианта. Данным действием я хотел показать, что очень большое количество людей, которые начинают заниматься прыжком, подседают минимально. То есть они это делают с прямой спиной. Подсед осуществляется примерно на 15-20 край сантиметров и после этого тело выстреливается вверх. В данном случае здесь я показал минимальное воздействие на центр тяжести объекта, который мы сейчас с вами кидаем. Чтобы вы понимали, аналог этому мячу это наш центр тяжести с вами в прыжке. Итак, прикладывая минимальное усилие, как вы понимаете, мы получаем равное противодействие. То есть очень маленький прыжок. Чем дольше, чем быстрее, чем сильнее мы начинаем воздействовать на основной центр тяжести объекта, тем сильнее и выше мы сможем с вами прыгнуть. Итак, второй вариант прыжка это когда на более длительном отрезке времени мы с вами сопровождаем ускорением объекта. Соответственно, здесь мы сразу же значительно получаем прирост по сравнению с первым вариантом, который у нас был. При этом время взаимодействия с объектом у меня увеличилось примерно в два раза. То есть я на более продолжительном интервале времени сопровождал объект дополнительным ускорением, вкладывая в него силу и инерцию. Теперь перейдем к третьему варианту, где я совершил небольшой подсет. Так как наше с вами тело имеет довольно-таки большой вес, грамотно переложив всю инерцию из своего тела в объект, который мы кидаем с вами, у нас получается намного выше запуститель. Мяч, который я в данном случае кидал, чем нежели предыдущие два варианта. Хотя нагрузка на руки и на спину осталась примерно той же самой. То есть в данном случае здесь я показал, насколько важно грамотно передать всю инерцию в объект, который мы с вами кидаем. Ну и четвертый вариант это уже качественный подсет и более длительное сопровождение самого объекта, передавая ему всю инерцию. При этом в первых двух вариантах я старался передать всю инерцию только за счет рук, а в третьем и четвертом варианте за счет именно взрыва силы ног. При этом не задействуя спину никаким образом и стараясь оставить ту же самую силу воздействия рук, которая была в первых двух вариантах. Теперь для чего вам это было все показано? Смотрите, такой интересный момент. Люди, которые никогда не занимались кантованием покрышек, это большинство, наверное, все-таки моих зрителей, не могут понять тот момент, что когда вы что-то стараетесь поднять, вы в первую очередь поднимаете это либо руками, либо спиной. То есть нам чисто в силу привычки намного проще наклониться, взять что-то руками и подняться, чем остаться в том же положении телом и наклониться ногами вниз. То есть именно совершить подсет. Поэтому если вы когда-нибудь бы столкнулись с такой проблемой, как кантование покрышки, и она бы, например, была начальным весом 80 кг, вы бы без проблем ее подняли руками и перевернули. Следующий вес был бы 100, 120, 140, 160 и так далее. И до тех пор, пока вы не наткнулись на тот вес, который вы не способны поднять за счет рук и спины. И именно здесь приходит понимание о том, что необходимо задействовать ноги. То есть вы с прямыми руками абсолютно опускаетесь вниз, именно приседаете. И это, грубо говоря, аналог становой тяги. Вы подседаете, берете снизу покрышки и первый момент, который вы совершаете, это взрыв ногами. То есть вы не руками и спиной тянете, они намного слабее, чем наши ноги. Поэтому вы наклоняетесь, берете снизу покрышку, взрываетесь резко вверх, и после этого покрышки, которая уже была оторвана от земли, имеет определенное ускорение. И вам главное качественно подхватить ее и передать инерцию уже из ног, которые вы создали, руками, спиной и перевернуть ее. Аналоги данного упражнения это мах гирей. Если качественно, вы поймете, каким образом это выполнять. Можно даже минимальным весом убиваться очень хорошо. Самое главное, это именно научиться передавать импульс от земли в саму гирю. Об этом упражнении у меня есть подробный разбор на моем канале, если интересно, посмотрите. Тем, кто когда-либо кантовал покрышки, тоже довольно-таки быстро должен был бы понять, что именно не так он может делать в момент взрыва. Еще очень хорошее понимание приходит, когда вам необходимо толкать машину. То есть для того, чтобы ее двигать постоянно, вам необходимо именно создавать рывок ногами и талией. Но ни в коем случае не руками. То есть вы должны понимать, что руками от себя вы толкнете меньше, чем если вы установите руки перед собой и начнете толкаться ногами. То есть здесь именно важно понимание, насколько сильные у вас ноги по отношению к рукам. И это все необходимо научиться работать вкупе. Как вариант, наработка данной механики может совершаться с набивным мячом. Но для того, чтобы понять, правильно вы делаете или неправильно, ваша задача просто взять мяч. И как в третьем варианте, которым я делал, не совершать максимальный подъем вверх руками, потому что вы все равно будете большую часть совершать именно за счет рук. То есть вы именно, как в третьем варианте, подседаете вниз и руки доводите максимум до груди. То есть вы должны полностью передать весь тот взрыв, всю ту инерцию, которую вы создаете, этому мячу или объекту, который вы будете кидать вверх. И чем выше и быстрее у вас это будет получаться, то есть вы именно должны остановить руки перед собой и дальше не сопровождать мяч, объект. И тем самым вы постепенно-постепенно начинаете понимать ту разницу между подседом, который вы совершали, и передачей инерции, которая должна быть. Дело в том, что очень большая часть людей, которые сейчас со мной тренируются и вообще периодически присылают мне видео, у них очень большого количества тело фактически всегда смотрит вверх в момент прыжка, чего не должно быть. Если разобрать свой прыжок сбоку, то вы должны понимать, что наш центр тяжести это обычно наша поясница с вами. Так вот смотрите, у вас стоят ноги получается внизу, у вас спереди колени и ваш центр тяжести находится над вами, над объектом. И плечи тоже. Поэтому получается, что вы по прямой взаимодействуете на ваш центр тяжести, которому очень тяжело разогнать вас вперед. Так вот, для того, чтобы вам легче было прыгать, вы должны стоять на земле, заводить колени вперед, отводить таз назад и плечи держать фактически над своими же коленями. Но таз с коленями у вас должны создавать компенсацию, то есть вы не должны стоять прямо. Очень большая часть людей действительно совершает прыжок и у них фактически тело ездит по одной вертикальной прямой, чего не должно быть. О зависимости глубины подседа буквально на днях выйдет полноценное видео. Я на этой тренировке смог снять целых 5 выпусков, поэтому сейчас мне осталось их просто озвучить, смонтировать и вы увидите все это уже на своих экранах. Также я постараюсь рассказать, насколько сильно влияет именно наклон тела вперед и насколько важно его и докуда его вообще необходимо наклонять в различных вариантах прыжка. Надеюсь, основную идею данного ролика я смог до вас донести. Поэтому старайтесь, работайте над своими ошибками и у вас все получится. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Если, может быть, нужны какие-то более детальные разборы того, о чем я сейчас рассказывал, я сделаю еще дополнительный выпуск. Как всегда, не забывайте поставить лайк данному видео, если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. По 10-балльной оцените полезность данного видео, плюс, если досмотрели до конца. Ну а с вами, как всегда, был я. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok